я тоже коммунист а вот такой газеты, простите? я не газеты, я англор а какой? русньюз ну вот такой не слышал ну почему? сотовижн слышали? вот сотовижн нет, а русньюз как раз по стране он слышал на слуху или ньюз просто он на слуху, но он ему бесит а, все, так, да? просто само ньюз уже на слуху так, сейчас я... я так понимаю, вы хотите, как вы снимаете? правильно? как вы нашли, что вы? да, и его, в том числе ну и... ну и... я расслабирую, что... вот с этой стороны, и с той стороны, а не с этой сейчас тут у нас человека задержали и наш представитель тоже снимает да, пожалуйста здравствуйте, товарищи, сегодня мы находимся в принудительной блокировке сотрудниками полиции незаконной они задержали вот сейчас гражданку которая просто с сыном проходила и подошла к нам спросить, за что мы здесь находимся почему здесь столько полиции уже третьи сутки вот можете прямо ее спросить ее, она с несовершеннолетним сыном здесь прописана предъявила документы однако сотрудники полиции продолжают ее удерживать и также они хотят предъявлять документы у нас здесь это длится уже третий день беспредел, даже уже четвертый да, вот так от камеры они сразу почему-то уходят вот под камеры они сразу уходят а без камеры они любого человека арестовывают сразу и составляют незаконный протокол по статье 3.18 КОАПа якобы за нарушение самоизоляции за нарушение режима санэпидемнадзора да, и мы уже здесь находимся четвертые сутки с первого же дня у нас несколько человек пытались выйти на каждого человека уже там, по-моему, порядка восьми человек которые выходили на них составили соответствующие протоколы вот, поэтому мы вынуждены находиться в нашем помещении здесь находятся сотрудники редакции газеты официально зарегистрированной газеты Коммунисты России, это печатный орган нашей партии Коммунистической партии Коммунисты России мы здесь уже находимся с часа дня первого числа потому что после того, как сотрудники во дворе записали мое интервью сделали фотосъемку, да, как журналисты и символично, соблюдая дистанцию и санэпидемиологические нормы запустили в честь первого мая шарики через 15-20 минут приехали сотрудники полиции и блокировали все входы в наше помещение у нас здесь три подъезда вот уже четвертые сутки здесь круглосуточно у каждого подъезда дежурит от пяти до восьми сотрудников органов правопорядка причем первые дни чинов было не меньше полковника даже генерал, говорят, приезжал сейчас чины стали поменьше но тем не менее, чем они стали меньше тем более агрессивно они себя видны первую ночь они даже нам подперли двери железными палками но когда мы им сказали, что мы будем готовить обращение к прокуратуре на возбуждение уголовного дела по факту превышения полномочий ограничения свободы и создания опасности для жизни нарушения пожарных норм они это убрали, теперь отнекиваются журналистам они каждый день официально говорят что они никого не удерживают, пожалуйста, выходите но согласитесь, если ты выходишь и тебя тут же задерживают доставляют в полицию 3-4 часа составляют безосновательный ложный протокол с целью потом оштрафовать это фактически мера принуждения к удержанию и сейчас вот вы видели буквально, вот просто шли жители по улице мы стояли у окна подошла женщина, поскольку она жительница этого дома она видит, что это уже продолжается четвертые сутки хотя вот сегодня пресс-служба ГУВД города лживо заявила, что они ничего не блокировала опровергла это якобы вы сейчас видите, сколько полиции вы сможете с этой жительницей поговорить жители видят, что реально четвертые сутки, круглосуточно здания полностью отцеплены и полицейские вместо того, чтобы заниматься охраной правопорядка в это сложное время заниматься поимкой преступников мы знаем, что сейчас из-за тяжелой экономической ситуации даже грабежи идут по районам, грабят продукты отнимают у людей они вот занимаются вот этой вот, я даже уже эпитета не цензурного не подберу в их форме деятельства мы считаем, что это грубейшее ущемление прав человека абсолютно безосновательно фактически политический террор как коллеги-соратники себя чувствуют сейчас у вас? ну, слава Богу, конечно пока все живы-здоровы мы, правда, сейчас, завтра, наверное, попросим кого-то из наших членов партии врачей прийти смотреть товарищей, потому что ну, всякое бывает все-таки, понимаете мы оказались в такой достаточно жесткой изоляции хотя мы, как журналисты, да то есть, нет ни одного кто не был бы сотрудником и корреспондентом нашей газеты у всех есть удостоверение сотрудников журналистов у всех оформлены официальные пропуска до 11-го часа с QR-кодами на право передвигаться осуществлять производственную свою деятельность да, поэтому оснований нет никаких ну, естественно, психологически очень тяжело потому что у всех семьи, дети, пожилые, родственники где-то около 10 наших товарищей, у кого проблемы в семье они покинули наше заведение ну, вот те, наше помещение те, кто покинул не под камеры, да тех всех оформили, да, как они говорят языком полицейских ну, вот один раз нам удалось вчера приезжал в портал один интернет-портал, под их камерой они не последовались задержать и то людям пришлось бежать, и то в рассыпную за рядом товарищи еще шли, сотрудники полиции ну, потом предпочли все-таки силовой вариант не задерживать вот видите, еще, пожалуйста, целый наряд ходит вооруженный причем вооруженный, мы каждый день наблюдаем здесь развод по 25 человек два раза в день, можете приехать мы можем время назвать, вы посмотрите поэтому, когда пресс-служба ГУД говорит что они ничего не блокировали, то, извините, почему здание, простое жилое здание где простой на первом этаже штаб-квартира политической газеты да, официально и легально зарегистрирован на которые нет никаких официальных претензий пока, да, которые действуют легально в соответствии с законодательством отцеплены в течение уже трех суток пошли четвертые, да, но сегодня нам пытались не дать получить продукты потому что мы боимся открывать двери, да потому что мы понимаем, что сотрудники полиции могут в них, так сказать, как бы ворваться, да, и, соответственно превышая свои полномочия, так сказать оформить незаконные протоколы поэтому мы передаем продукты через окно так вот, сегодня приехал в очередной раз наш товарищ с продуктами и они его не пускали в течение часа пока наш корреспондент с камерой и с журналистом не вышел не начал все это снимать после этого дали хотя бы передать продукты но после этого полтора часа хотя они вышли вот в облегченных майках они замерзли, я не исключаю, что кто-то из них завтра заболеет, да они не пускали и не давали им возможность вернуться в помещение вот, поэтому идет полный правовой беспредел мы обращаемся ко всем журналистам ко всем гражданам независимо от политических убеждений мы должны все единой стеной стать на защиту гражданских прав когда нет никаких нарушений удержания людей составление незаконных протоколов является должностным преступлением превышением полномочий мы должны добиться того, чтобы власти федеральные призвали к ответу тех полицейских начальников, которые организовали и покрывают этот беспредел поэтому прошу всех нас поддержать уважаемые зрители напоминаю, что это был Максим Сурайкин коммунистическая партия коммуниста России если вы неравнодушны можете приехать поддержать морально или продуктами адрес Максимово дом 6, город Москва район Щукино будем признательны за любую поддержку особенно информационную спасибо мы пойдем спасибо большое попробуем посмотреть чем занимаются спасибо большое у нас есть еще правозащитник здесь его тоже удерживают я к вам еще подойду привет можно да еще сейчас сейчас я верну а вы откуда какой ресурс? РУСНИУС ну мы вас ждем здравствуйте здравствуйте у вас сегодня здесь служба проходит? здравствуйте да а что здесь происходит? все вопросы пресс-службы пронападе партии, партии, партии и тому подобное в плане коммунизма вот и все нужно коммунистов вам понять и все наверное сегодня какая-то здесь тяжелая служба происходит у вас? все вопросы пресс-службы управление и главка всего доброго а? они пусы думаю что да все вопросы им пусы пусы гормон а? нам Мы видим, как затаился автозак. Послушаем юристов. Моя фамилия Рудок, зовут Эдуард. Я вам скажу, что здесь не было абсолютно ничего противозаконного. Люди просто в честь Дня Международной Солидарности Трудящихся или Дни Весны Труда запустили шарики. Просто пообщались. Это люди, в основном журналисты, у которых были пропуска. Все приехали по пропускам. У многих были маски. Вышли, пообщались. После чего зашли в здание, тоже пообщаться, отметить праздник. Никаких несанкционированных митингов никто не хотел проводить. Никаких несанкционированных действий. Просто наша власть в очередной раз показывает свое ужесточение. Еще раз показывает нам, что мы от мягкого, вот такого вот буржуазного режима переходим к жесткой диктатуре. Просто очевидно, ввиду того, что идея с голосованием не прошла, не поимела широкой огласки в среде широких слоев населения, власть решила вот таким вот образом навести свой порядок, прижать нас. И, скажем, естественно, коронавирус – это тяжелая форма гриппа. Безусловно, это серьезное заболевание. Но, извините меня, таким образом заставляя людей сидеть в квартире, запрещая людям общаться, они не добьются снижения эпидемии. Вот посмотрите, пожалуйста, карантинные меры усиливаются, а количество заболевших тоже усиливается. Причем, где больше заразятся люди, когда они общаются, извините, потребляют спиртные напитки, сидят в тесных компаниях или после того, как они в скверик в парк сходят. Наоборот, в парке люди меньше общаются друг с другом. Извините, вот мы сидим с вами, отдыхаем, выпиваем, мы скорее подсыпем этот вирус, если мы будем сидеть на собрании и смотреть на выступающего через сиденье или смотреть на кино, ожидая. Здесь просто происходит беспредел власти, потому что, очевидно, наша власть с самого верха чувствует, что эта самая власть у нее уходит из-под ног, и поэтому они всеми правдами и неправдами пытаются запугать население, пытаются остановить любую оппозицию. Есть ли задержанные, что с ними? Да, есть задержанные. На сегодняшний день мы имеем по последней информации пятерых задержанных, на них составлены протоколы, им назначена административная комиссия. Статья? Статья 20.18. Нарушение режима самоизоляции. Я с точки зрения юриста и правозащитника считаю, что сама эта статья, она противоречит норму Конституции. У нас не объявлено чрезвычайное положение, у нас даже не объявлен карантин, у нас объявлен режим самоизоляции. Извините, пожалуйста, нам просто запрещают общаться. Это противоречит очень многим статьям Конституции, потому что мы не имеем права ни передвигаться, ни общаться друг с другом. Извините, пожалуйста. Получается, что я не могу навесить пожилых родителей, получается, что я не могу провести время с друзьями. Это прямое нарушение наших конституционных прав. Более того, как уже вам сказали, интересный момент. Если сначала нам предложили вариант, что на некоторых людей будут составлены протоколы по статье 20.18 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации, то после этого они сказали, тем не менее всех мы подвергнем так называемому режиму оцифровки. Это значит фотография, фаст-профиль, возможно снятие отпечатков пальцев, то есть то, что говорится о цифровке, занесение людей в базу данных, чтобы в дальнейшем, извините, эти люди были уже, как там, скажем, на прицеле, на мушке их данные были. Извините, это очень унизительная процедура фотографирования, списывания паспортных данных, списывания, ну, каких-то антропометрических данных, рост фотографирования. Поэтому, естественно, люди отказались от этой процедуры, она абсолютно незаконна, она производится только в случае тяжелых административных правонарушений, либо при привлечении к уголовной ответственности, либо человек сам поступает на госслужбу, в таком случае он уже обязан пройти эту процедуру, а так она абсолютно незаконна. Все задержания происходили при попытке выйти отсюда, да? Нет, некоторые задержания проходили при попытке выйти отсюда, причем двоих человек задержали очень интересно. Человек полез через окно, сотрудник полиции сказал, ну что, это не культурно, давайте мы вас пропустим через дверь, а до этого они блокировали дверь. После чего люди вышли через дверь, их тут же припроводили в ближайший отдел полиции. И составили административный протокол. Еще один гражданин был привлечен к административной ответственности по статье 20.18 только за то, что он пытался передать нам сюда продукты. Понятно, спасибо большое, держитесь, как говорится. А у вас интернет-ресурс, да? Да. Мус-ньюс, да? Рус-ньюс. А, Рус-ньюс. Рус-ньюс. И каждый регион несет какую-то поддержку со стороны нашей. Мало кто же это взял. Не надо отличиться, да, это я вам сейчас скажу. Спасибо. Пытается меня преследовать своим телефоном, что-то записывать. Это у вас служебный телефон? Или личный? Можете сказать? Наверное, через маску не слышно ответа. Уважаемые полицейские, не нарушайте закон. Вы не имеете права меня записывать на свой личный телефон. Напоминаю вам. И нужно общаться с гражданами, когда к вам обращаются. Ну вот такая история. Продолжение следует. На этом мы прекращаем свою трансляцию. Удачи! 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 Удачи!